Библейский портал экзегет.ру представляет Поговорим о 15 главе Евангелия от Луки в рамках проекта, который представлен порталом экзегет.ру. 15 глава, собственно, содержит три притчи, и мы до конца не уверены, были ли эти притчи рассказаны на одном промежутке времени или по каким-то нам неизвестным соображениям оказались собраны именно в этой части тела. Две притчи из них, это притча «За в лучшей овце» и «Потерянный дракмя», собственно, более или менее об одном, на одну и ту же тему. Господь говорит своим ученикам о том, что для Бога важно спасение людей, важно. Он рассказывает первую эту притчу о заблудшей овце, говоря, что, понимаете, кто из вас, если у него есть сто овец, и она одна заблудится, не побежит ее искать. И Христос свидетельствует о том, что Отец Небесный точно так же не соглашается на то, чтобы где было сто, ну, а останется девяносто девять, это тоже много. Каждая пропавшая овца важна, каждый человек для Бога важен. Вот эта уникальность человека в глазах Божьих на самом деле очень серьезное богословское утверждение, если хотите, весть, которую Иисус приносит нам от Бога. Ты важен для меня, ты уникален, и я отличаю тебя от других. Ты не одна из безликих фигур, безликих баранов в массе. А тот, кого Бог отличает от всех остальных, это серьезное, важное и очень меняющее наше собственное отношение к жизни и к себе вещь. И во второй притче точно так же он предлагает увидеть ту же ситуацию, как потерянную драхму, потерянную монету, которую будет человек искать, будет и будет радоваться. Господь говорит, так будет радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Следовательно, в Царстве Божьем нет статистики, нет количественного подхода, там нет отчетности о числе обратившихся, там счет всегда идет на единицы. Это во-первых. И во-вторых, Господь говорит о радости, о том, что когда человек выбирает правду Божью, когда человек выбирает путь следования за Иисусом и путь освобождения от греха, это всегда важное событие. Это гораздо важнее, чем самодовольные толпы мнимых праведников, которые уверены, что с ними все в порядке. Более того, мы увидим в следующих главах и в следующих притчах то, что с точки зрения Господа Иисуса, вот такое самодовольство вообще будет драматическим препятствием в отношениях людей с Богом. Итак, Христос говорит о том, что в Царстве Божьем нуждаются в каждом человеке и радуются каждому человеку. И продолжая вот именно эту тему, дальше здесь располагается притча о блудном сыне. более или менее известная, надеюсь, большинству людей. Сюжет этой притчи, фабула, о которой говорит Господь, шокирует его слушателей, конечно же. По крайней мере, в его время это было совершенно невозможно себе представить. Господь говорит о том, что вот был некий человек, у которого были сыновья, и младший сын сказал ему, давай сделаем вид, что ты уже умер, и я получу свою долю наследства, и буду жить так, как будто тебя не существует, как будто ты уже умер. Ну и до известной степени можно утверждать, что это тоже такая общечеловеческая модельная ситуация. Все мы, так или иначе, часто, по крайней мере, стараемся, пытаемся сделать вид, что Бога нет, что он умер, что то, что кажется принадлежащим нам, принадлежит в самом деле нам. Вот Иисус говорит о том, что этот младший сын уходит, где-то там блуждает, непонятно где пропадает, и в конечном итоге теряет практически все, почти теряет самую жизнь. И вот дальше этот самый оголодавший, почти умирающий этот блудный сын говорит себе, что несмотря на стыд, попробую все-таки вернуться, попробую вернуться к отцу. Это, на самом деле, очень серьезный поступок, понимаете? То, что мы обычно называем покаянием, происходит именно в этот момент, когда ты решаешься довериться отцу небесному, когда ты решаешься попробовать к нему вернуться. Вот именно тогда меняется жизнь. Пройдя этот путь, оказавшись где-то на горизонте, на краю отцовских владений, этот самый блудный сын сталкивается с тем, что, увидев его издалека, отец сжалился, побежав, бросился ему на шею, приветствовал его и целовал его. Да, и пока этот самый блудный сын говорил какие-то свои слова, там, заготовленные, я виноват, прости и так далее, вот, прощение отца дается ему почти заранее. Такое впечатление, что отец ждал, когда, наконец, этот самый парень вернется к нему. Вот эта притча действительно предполагает некоторую модель, но в то же время, как и в большинстве притч, в ней есть первый и главный смысл, то, ради чего Иисус ее рассказывает. И здесь это, конечно же, в первую очередь реакция отца. Притча в гораздо меньшей степени является наставлением к покаянию, а в гораздо большей степени рассказом о том, что сердце Бога готово прощать. Сердце Бога согласно прощать, он радуется прощать. Как в предыдущих притчах было сказано Христом, «Бывает радость на небе и об единственном кающемся грешнике». Сердце отца, вот в притче о блудном сыне, ждет, ждет, когда, наконец, этот сын вернется и будет просить прощения. Обратите внимание, что отец в притче Христовой не посылает за блудным сыном амон с собаками. Чтобы его найти, скрутить и вернуть. И это тоже очень важное откровение о Боге, потому что Бог не нарушает чужую свободу. Отец в притче о блудном сыне, скорее всего, отлично знает, что ничего хорошего там на чужбине сына не ждет. И в конце концов он либо погибнет, либо вынужден будет со стыдом, с позором пытаться вернуться. Но он его отпускает. И снова это вопрос, который мы не можем не поставить себе. Вопрос об ответственности. Кто виноват в том, что произошло с этим блудным сыном? Кто виноват в той трагичности жизни, которая свойственна вообще человеческому миру? Правильно ли возлагать вину за этот факт на Бога? Или как-то по-другому это все устроено? В притче о блудном сыне самым недвусмысленным образом Иисус свидетельствует о том, что на самом деле, конечно, виноват этот самый блудный сын. И кто еще? Не отец же? Если и виноват и отец, то в том, что отпустил его. Но вот таков отец, он не согласен держать при себе силой. Таков Бог, он не нарушает человеческую свободу. И, ну понимаете, без этой свободы ведь невозможно и все остальное. Невозможно вернуться. Невозможно жить в доме Отца Небесного, не будучи в этой свободе, не принимая самому решение, оставаться или нет, соглашаться на жизнь Отца или пытаться, как этот блудный сын в притче, сделать вид, что тот уже умер. Вот. Итак, это откровение о том, как Бог относится к свободе, и откровение о том, что сердце Бога готово принять того, кто покается, того, кто захочет вернуться, того, кто захочет изменить, исправить свою жизнь. Но кроме этого, есть еще одна серьезная тема, которой посвящен конец этой притчи, и всей 15 главы. Это старший брат, который как раз все всегда делает правильно. Отличник боевой и политической подготовки. И когда он узнал, что вот его младший брат пришел, и отец устроил по этому случаю праздник, и радуется, он обиделся. Он обиделся и сказал отцу, что ну что же это такое, я тут при тебе все время тружусь, и исполняю твои повеления, и ты мне даже порадоваться никогда козленкой не дал. А этот твой сын, потрясающе, да, в притче Господа Иисуса, этот самый старший брат не считает младшего своим братом. Я такой был прекрасный, а вот этот твой сын, он ушел, он предал тебя, вернулся, и ты его принимаешь. В этой ситуации старший пытается сравнить себя с младшим братом. Ну и, конечно, да, сравнение не в пользу младшего, потому что, да, действительно, старший поступал вроде бы правильно, но при этом ему совершенно оказывается чуждой радость отца. А отец говорит ему, радоваться-то, веселиться надо было тому, что брат твой пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Что по-настоящему действительно важно? Не то, каковы заслуги тех или иных людей перед Богом, неважно в чем мы пытаемся эти заслуги мерить, и в каких сферах они, с нашей точки зрения, находятся. А важно, согласны ли мы разделить с Богом, разделить с Отцом Небесным его отношение к жизни и его отношение к людям. Даже если нам это не вполне понятно. Я допускаю, что для старшего сына нелегко увидеть мир, увидеть картину, увидеть происходящее глазами отца. согласен ли ты доверять тому, что отец в данной ситуации прав или не согласен. Готов ли ты разделить эту радость его вместе с ним. Это серьезная вещь, помимо всего прочего, конечно, для Евангелия и для последующей истории общины учеников Иисуса Христа. Это еще и некоторая модель взаимоотношений Израиля и христиан. Израиля и христиан. Потому что да, Израиль старший брат, мы младшие, заблудившиеся и вернувшиеся и принятые Отцом Небесным. Так было в Первом веке. Сегодня, наверное, по-другому надо подставить в притчу. Сегодня обычно толкователи подставляют уже людей опытных, каких-нибудь твердо выучивших учебник догматики на хорошую пятерку старшими братьями. Младшие приходят с большой виной, оборванные и плохо пахнущие. Но Отец Небесный о них радуется. И у нас всегда есть выбор порадоваться вместе с ним или превозноситься. Это тоже очень серьезный урок, который нельзя не увидеть в притче о блудном сыне. ненавиен. Отец